Check out this epic drop! Все, что касается гуслей, все, что касается вот этих вот, блин, вот тут все время, вот знаете, вот так вот, что с тракторами на гусеницах, что там какой-то другой техникой, да? И вот везде вот это вот в комментариях, то есть не в комментариях, а в описании, типа, кому хочется, тот может улучшить. Ну, блин, ну сделайте вы без каких-либо дальнейших улучшений, вот прямо вот, чтобы взять, что называется, взять и играть на нем полноценно, вот. Ну, при всем при этом, ребят, хоть и эта строчка здесь как бы учитывается автором, да, но тем не менее, мод вполне играбельный, вполне работоспособный относительно каких-либо улучшений, я, честно говоря, пока не знаю, но может быть в процессе обзора мы с вами разберемся и сделаем какие-то определенные выводы. Вы также можете писать в комментариях под видео, что бы вы действительно хотели бы на этом моде увидеть. Вот, и таким образом, может быть, глядишь, кто-то подорвется, что называется, и сделает невозможное. Ну, или возможное. Вот, значит, кому интересно, ля-ля-ля-ля. Ага. Автор 3D-модели и текстур Сейпер Александр Иванов. Также спасибо Алексей Максимович и Николай Устинов. Без патча с Pintar S+. Это, короче, играться не будет. Ребят, относительно с Pintar S+. Вот, я неоднократно сталкиваюсь с вопросами, что на канале, что в группе, стараюсь максимально быстро отвечать людям. Вот, потому что, вот, многих останавливает не скачивать мод лишь только потому, что требуют установки Pintar S+. Ничего проще, чем установка Pintar S+, быть, в принципе, не может. Вот, данный Pintar S+, вы можете скачать, как в моей группе, в разделе ссылки. Также, вместе с этим модом, будет также поставляться этот самый Pintar S+. Что такое Pintar S+. Три файлика, дополнительных, идущих к моду. Отдельная папка с модом, всеми давно привыкшая, да, там папка медиа и содержимое папки медиа. Это, собственно говоря, непосредственно сам мод. Остальные три файла, два файла DDL формата 1.xml, там Pintar S+, конфиг. Это и есть, собственно говоря, сам Pintar S+. Вот, эти вот три файла, два DDL, один XML, нужно просто-напросто закинуть в корневую папку с игрой. Корневая папка с игрой является та папка, где у вас установлена игра. Ни в коем случае, никакая там не папка медиа. Вот где у вас запускается игра, запускной ярлычок вот этот, да. Вот, собственно говоря, это и есть корневая папка игры. Вот эти три файлика, два файлика DDL формата и один файлик XML формата, в третий раз повторяю, закидывайте в эту папку. Все. После этого вы устанавливаете вот этот мод по обычному сценарию. Кто как, кто с помощью программы Generic Mod Enable, собственно говоря, что, собственно, делаю я. Вот. Или же закидывайте в папку медиа, засирая тем самым игру. Вот. Выбирайте, что для вас наиболее комфортно. Появление этого мода в игре абсолютно элементарно и просто. Вот. Ну, что я хочу отметить по поводу этого мода. Давайте, наверное, приступим непосредственно к этому моду. Внешность, конечно, да, в принципе, достаточно симпотная. И интересные достаточно текстуры. Достаточно симпотные гусли. Но, как по мне, они слишком светлые. Могли бы быть немножечко темнее. Как-то они сильно ярко выражены просто-напросто на этом автомобиле. А так, в целом, очень даже все неплохо выглядит. Давайте, наверное, все-таки сразу заведу машину. Вот так вот у нас, ребят, он заводится. Очень классный у него звук двигателя. Есть вид из кабины. Вот это вот расположение руля, интересно, оно так и должно быть? То есть, как-то непонятно вообще, как его держат, этот руль, да? Ну, понятно, в дело, водитель пытается найти какой-то тут руль. Ищет, ищет, найти не может. Такое ощущение, как будто ему глаза завязали. Вот. И типа, давай, найди руль. Вот он ищет, ищет руль, а его нет ни хрена. Думаю, это как же рулить-то, ёпты. Ну вот, ну ладно. Короче, мы за него все сделаем. И, значит, вид из кабины. Клаксон от грузовика по работе светотехники. Синхронизация света, ребят. Вот видите, ночку включили. Сразу у нас лампочка. Чей-то у нас звук как с перебоем, да? Вот, лампочки горят. Как бы все чики-пуки. Сзади у нас огней никаких с вами нет. Соответственно, стопорей и так далее, и тому подобное. Включаем ближний свет фар. Лупит. Блин, охренеть, как лупит, да? Смотрите, куда лупит. По принципу ночью не заблудишься. Включаем день. И смотрим, на что способен этот автомобиль. Ну, не знаю, способен автомобиль это ли вообще. Это у нас не автомобиль, дорогие друзья. Это у нас, получается, ПТСМ. Вот. Безумно хотелось бы, чтобы она, конечно, плавала. Но плавать она, к сожалению, не может. Вот. Также я такого же рода оставлял комментарий под видео. Фу, под видео. Под постом. Под постом оставлял комментарий. Вот. Змей Горыныч там любезно все поделился информацией относительно плавания техники в игре Спинтайрес. Нужно изменять физику воды, чтобы техника плавала. Но, тем не менее, как бы, видать, комментарий от Змей Горыныча не был совсем достоверный. И все-таки там еще один человек написал, что, типа, а как сделать, чтобы мод плавал? Хотя, вот, в принципе, Змей Горыныч ответил, но, тем не менее. А как сделать, чтобы мод плавал? Да никак, ребят, не сделать. Понимаете? Изменив физику воды, у вас вся техника на карте будет плавать. Не будь то вот это, вот это вот, да, ПТСМ, вот, будь то там Урал, будь то Крас, хоть Белас. Они все у вас поплывут, изменив физику воды. А непосредственно сделать так, чтобы мод один какой-то определенный плавал, я так предполагаю, это сделать невозможно. К сожалению, вот, ну, это игра Spintires, да, доработчик, к сожалению, не дорабатывает. Может быть, благодаря разработчику, доработчик, разработчик, если бы действительно впрягся бы, занимался бы этой игрой, возможно, бы что-то здесь уже и поплыло бы. Вот, как бы, любители разработать тот или иной мод, да, авторы тех или иных модов, они бы и рады стараться, но, к сожалению, возможностей у них нет. У них завязаны руки в плане доступа, возможностей движка игры. Вот, все, так скажем, исходники по игре находятся непосредственно у разработчика. Вот, ну, а разработчик, в свою очередь, нихрена не делает. Вот, ладно, давайте приступим. Приступим. По аддонам, да, что у нас здесь с вами по аддонам? Устанавливается, ребят, тент. Вот такой тент. Нихрена себе тент. Обалдеть, какой тент. А что-нибудь во внутрях есть? Нету тент. В тенте ничего у нас, ребят, нет. Пусто. Также, ребят, у нас с вами устанавливается тент 2. Тент 2. Ну, такой он уже пониже, да, но как-то вот этот тент гармоничный смотрится. Там у нас во внутрях куча всего и вся валяется. Бочки стоят. Анимация отсутствует всех этих элементов. Блин, чего там только не накидано, ребят, смотрите. Обалдеть, да? Всякие ящички, бочечки. Очень красиво все смотрится. Классная детализация всего вот этого находящегося в кузове. ФПС при всем при этом не садится, несмотря на то, как все это красиво и детализировано. Обалдеть, да? Надписи, фигадписи. Блин, ну детализация обалденная. Очень все классно. Бочки особенно очень оригинально смотрятся. Так, ну и, соответственно, функционал, да, по аддонам-то я что-то не упомянул. Три очка гаража 200 литров. А вот этот тент нам чего дает? Ни черта он нам не дает. Прикольно. Вот, и маячки, которые ничего нам не дают. Ну, как по мне, маячки вообще ни о чем, да? Вот. Самое приятное, что этот мод способен загружаться, ребят. Загружается он четырьмя очками. Вот, четырьмя очками загружается. Груз у него бревна, повзаимствованные от Маза 7310. Вот они, собственно говоря. Вот видите, большое не грузится, маленькое не грузится, грузится то, что посередине. Вот, то, что на резине. Вот, и, соответственно, вот они, появились бревна. Давайте проверим погрузку в режиме симулятор. Да ёптвои. Ну, ё, ну ё-моё, ну чё такое? Где точки погрузки, а? Ну, скажите мне, пожалуйста, ну неужели так трудно арены прописать? Точки погрузки, чтоб были, а? Ну, то есть вот эти точки для погрузки. Зелёненькие там, красненькие. Типа, блин, ну вообще. Ну, блин. Ну и чё делать? Вот как быть, да? Как Марусю полюбить? Вообще, я, честно говоря, прям опечалился. И при всём при этом мы можем ещё с вами тент поставить. То есть у нас вместе с брёвнами, да, вот это у нас всё там появляется. Охрененно, просто охрененно. Да, ну, это вот всё, ребят, касаемо доработки мода. То есть вот это, конечно, надо дорабатывать. Если машина загрузилась, соответственно, чтобы вот этот тент не ставился, да? Ну, само собой разумеется. Ну, вот этот тент ещё кое-как допустим. Я так предполагаю, да? Если брёвна не торчат наружу. Брёвна наружу не торчат. Вот, как бы вот этот тент, он допускается, ещё куда не шло. Но вот предыдущий аддон, он, конечно, нужно его исключить в чёртовой матери, как говорится. Вот, ну, ладно, короче, от брёвна я никоим образом не избавлюсь. В таком случае я поступаю следующим образом. Нажимаю кнопочку создать. Ля-ля-та-па-ля. Сюда мы тык. Это нах. Это мы сюда перепрыгиваем. И, как говорится, опять мы в дамках. Вот. И есть функционал у этого транспорта в виде открывания, закрывания бортов. Ну, вот этих раскладываются. Сюда машину загоняете. Вот. Естественно, мы сейчас с вами это всё проделаем. Единственное, мне не совсем понятно нос. Что такое нос? И что тут должно открываться? А, нос. Ни хрена себе. Ёптать. Ни хрена. Вот это да. А это зачем? Это что у нас? Типа отвал какой-то такой раскладывается. И для чего вообще? Я, честно говоря, не в теме. Я даже не знаю, для чего это нужно. Ну, блин, прикольно. Вот. Ну, ладно. Давайте сложим это всё дело. Вот, да? Вот так вот оно должно быть изначально. Шмандык. Как будто ничего не было. Я тут ничего не трогал. Вот. И также вот борт. Опускается. Опускается. И, соответственно, это тоже опускается. В два этапа, так скажем. Да? Вот. Всё, опустили. Вот. Ну, порожняком ездить смысла не вижу. Давайте, наверное, мы заспавним машинку. Вот, например, как мой Урал. Да? Вот он у нас здесь тут под рукой. Я на него подписан. Вот. Пополнить. Давайте откроем гараж, чтобы нам с вами поставить. Ну, давайте, я не знаю, чтобы как-то эффектно смотрелось. Вот так вот поставим. Вот. И, собственно говоря, заедем. Заедем туда. Ёп. Ни хрена себе, друзья мои. Вот это мы баганули. А чё это мы так? Я не понял. Нормально вообще это сейчас было. Смотрите. А он разложен. Я подъехал, он сложился. А сейчас опять разложен. Чё-то непонятки какие-то, да? Ну, я на скрине-то отчёт ли увидел. Был К-700. Так, ну-ка, давайте ещё раз попробуем. О, сейчас нормально. Заехал. Ну, прям свой. Ударился. Так, заглушили машину. Автоматически у нас ручник поставился. Соответственно, пересаживаемся обратно по ТСМ. Вот. Закладываем всё это дело в зад. Закрывушку закрываем. Всё, закрывушка у нас закрыта. Вот. Ну, кстати говоря, мы можем здесь... Вот у нас есть точки зацепа, да? То есть можно ещё для пущей уверенности зацепить как бы машину. Но она вообще по-хорошему... Она у меня и так уже как бы на ручнике стоит. Поэтому цеплять ещё за что-то не вижу абсолютно никакого смысла. И вот так вот, ребят, мы можем с вами как брёвна возить в размере 4 очков. Правда, пока что в режиме аркада. Так и, собственно говоря, Можем перевозить транспорт. Транспорт там как, типа, вот особо грязная какая-то карта, ребят. Любители сюжетности. Вот. Заспавнили, к примеру, такую машинку в гараже, да? Вот. И хреново там, типа, ехаться по карте. Взяли, затащили свою машину вот вон на ПТСМ. И, собственно говоря, отправили её... Отправили её... Ну, куда надо там отправить, я не знаю. Сами придумайте. Гуслянки работают. Всё как положено. Короче, вообще... Классно всё, ребят. Вообще обалденно, конечно. Бульк. Кирака потонули. Чё, может скриншот для превью, а? Как вы считаете? А, ладно, поехали. Потом что-нибудь сделаем. Ну, проходимость, конечно, безусловно, зверобойная, ребят. Вот я еду на автомате. Вон, третья передача уже воткнулась в меня. Сколько тут всего, я хрен его знаю. Не озадачивался я в этом плане. Охренеть, вот это он прёт, а? Вообще класс. Ну, относительно управления, да? В принципе, всё то же самое, что и ранее на гусеничной технике. Значит, для осуществления поворота куда-либо отключаем дифференциал и кнопочками влево-вправо там... Ну, кто как управляет? Я управляю вот этими W-ASD, да? Вот, значит, AD нажимаем, и, собственно говоря, машинка у нас поворачивает. Но при отключенном дифференциале. Вот, также... Он способен ехать вперёд, в принципе, даже... И с выключенным дифференциалом... Ой, с включенным... Ой, да, с выключенным дифференциалом... Ну, как-то туговато, да? Буксует, смотрите. Дифференциал врубаем. Попёр, попёр вообще шикарно... Блин! Вот это проходимый... Смотрите, Урал тоже всё-таки, ребят, он весит, да? Тоже не невесомый же он. То есть, в принципе, вот таком и сейчас мы с вами исполнении очень даже уверенно двигаемся. А мы можем, получается, ещё и Урал спрятать, да? Взять его под тент засунуть. Накрыть-то мало ли дождик идёт, да? А мочить машину неохота. Берём, короче, такие. Хопа, и тент надели ещё. На, всё, мы спрятались. Чик-трак, я в домике. Ой, ай! Чё это я там застрял? Ёпта, это куда? А чё это с ним? Эх! Что за бред? Вы гляньте, я туда, а он обратно. Что и такое было-то? Странности какие-то прям происходят, смотрите. Ещё урон нам на это, на прилипал. Офигеть, чё-то прям даже как-то это. Ой, гусли у меня поотпрыгивали, вот смотрите. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, он едет, конечно, но, блин. Малина, конечно, отчасти испоганина вся. И там тоже гусли отпрыгнули. Но это, мне кажется, из-за бага вот этого, да? Наверное, гусениц подскакивали нахрен. Смотрите, да, что происходит-то. Вообще бедово как. Жескач, конечно. Ну, ё-моё, а. Ну, вот, да, вот так вот поставишь мод на карту. А он тебя возьмёт, вот так вот забагуется. И всё, и трындец, и переигрывает, к чёртовой матери. Вот, 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 ненадёжность вот эта вот относительно гусеничной техники. То есть она работает не настолько стабильно, как хотелось бы. И при спавне такого рода агрегата, допустим, на карту, ну, просто-напросто вы приобретёте большое количество проблем. Понимаете? А оно вам надо, так скажем? Да, конечно, мне кажется, всё-таки без разработчика ничего путёвого с этими гуслями, наверное, и не будет. Да, вот оно вроде бы как бы всё работает, да? А вот заедь ты там на какой-нибудь мост, и всё, трындец, спеши, пропало. Вот тут даже повернуть-то не хочет, у него всё. Гусеницы отвалились, и он толком не едет. Ну, блин, переспавнивайтесь только. А чё мне с Уралом делать так? Да, есть баги, конечно, блин. Чё-то из воды выпрыгивает, как, я не знаю, как будто, как ошпаренный. Как будто его там кто-то это... Как будто его в кипяток опустили. Звук, конечно, классный. Вот этот скрип, вот этот... Всё это, конечно, офигенно. Ой-ой-ой-ой. Не шмандыкнуться бы. А может, специально попробуем съехать вот здесь? Мне кажется, будет очень эффектно это смотреться. Ага. Если развернёмся, то будет смотреться эффектно. Особенно эффектно смотрелось бы Если бы густи-гусли еще на месте стояли Но, к сожалению Айк Класс, да? Ну, конечно, да, гусеничная техника Она была бы в топе Если бы она Действительно рабочая была бы Не, непобедимая Непобедимая елка Как бы я ни пытался, к сожалению Победить я ее не могу Так, ладно, давайте еще одну Машинку заспавним Уже, ребят, третья Третья машина Давайте какой-нибудь аддон поставлю Вот этот, например И вот с этим аддоном хотя бы покатаемся Знаете, что мне хочется проверить? Вот, типа у нас здесь есть с вами Такая своеобразная окопа Где этот автодром-то? Вот он О, давайте проедемся по автодрому Здесь тоже можно Такой своеобразный тест Для гусениц сделать Ой-ой-ой Куда ты поехал-то? Ну, взбирается он, конечно Блин Так, ну Через шишиги-то, понятное дело Мы, скорее всего, проедем Как бы без проблем, да? А давайте попробуем Убрать шишиги отсюда Убрать шишиги И как бы Проехать как будто через окопу Так, ну что, поехали? Вот этот скриншот стопудово на превью А теперь, как говорится, будем разглядывать результаты Ядрит-мадрит, нихрена себе Вот это да, ребят Вообще, да, класс Да, конечно же, гуслям, ребят Есть место в этой игре Но, блин С их реализацией, конечно, это все печально Печально Хотелось бы, чтобы это действительно все было Работоспособно Но К сожалению Баги неизбежны Давайте попробуем проехать через мост Как, я думаю, многим уже известно Что у нас достаточно частенько бывают такие Финтифлюги, как От падания гусениц на мосту Ну а че-то в горочку-то туго А, я в столб уперся, да Ну давайте попробуем выровняться Стаскивает, зараза-то, гляньте-ка Более, ну Вот вроде бы, казалось бы Гусеничная техника должна Со свистом залететь А нихрена подобного Ну давай, 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 родной О, свалился со столба Ай, блин, как ему тяжко-то Да, колесная техника у нас куда висели Сюда заезжает Так, попасть еще на мост надо Давайте как-то, не знаю Выровняем его О, вот таким макаром примерно, да, где-то Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ну-ка задний ход Ядрит Мадрид Смотрите-ка мы не перевернулись даже Офигеть, да? Ну, гусеницы под мост провалились Это как бы очевидно было, да? Ну, давайте еще покатаемся Думаю, что это, в принципе, не трудно А вам и посмотреть, я думаю, приятно Конечно, да, я больше чем уверен, ребята То, что вот, если кто-то что-то не скачивает Вот такие вот рода моды с гусеницами Все упирается исключительно только в Спинтайр С+. Давайте, знаете, как я сделаю? Я еще добавлю свой Спинтайр С+. Вот этот вот сейчас мод работает на моем Спинтайр С+, С моими конфигурациями В моих конфигурациях что активировано? Если вам это интересно, то я его, собственно говоря, оставлю Значит, активировано в моем конфиге Принудительная погрузка на лесоповале Это подразумевает то, что если у вас, к примеру, прицеп стоит неровно, да? Вот, но все равно машина может погрузиться Также у меня отключен урон, когда машина двигается со скоростью свыше 50 км в час Вот, также у меня работает лебедка при перевернутой машине Так, и, соответственно, камера Вот, это в моем Спинтайр С+, установлено все Если, ребят, вам мой конфигуратор вполне нравится Я оставлю свой конфигуратор И, собственно говоря, любая техника гусеничная будет у вас работать Любая И можете его оставить и им пользоваться И просто вот эти гусеничные Вот эти вот машины гусеничные, все трактора и так далее Вы просто-напросто будете устанавливать Смотрите, что он делает Он сам сейчас вот это вот все делает Я вообще ничего не трогал Что у него за аллергия на воду какая-то Непонятно Он, когда носом плюет в воду У него вот такая вот байда происходит Ну-ка, а если я вот эту вот хрень разложу Может быть, что-то вот из-за этого Я понять не могу, в чем проблема Так, ну давайте попробуем Что это Так же будет отпрыгивать Да нет, смотрите Не прыгает никуда вроде Вот с этой штукой Раскрытой Вот, вот эти грязевые пороги Особенно прикольные, эффектные Сейчас будем мы проходить, смотрите Та-дам Ядрит-мадрит Опа, опять багует Не-не-не, не пойму, в чем проблема Блин, багует Стоит что-то достичь Какого-то определенного уровня воды Под определенным каким-то углом И он начинает вот так вот Выплясывать там что-то с водой Не пойму Почему оно так происходит Куда бы спердолиться-то На горку поднялись Это как бы уже хорошо, да Блин, ну звук у него, конечно Опупенный Просто опупенный, ребят Такое разнообразие звуков Особенно мне нравится звук Вот этот Как работают гусеницы Вообще класс Давайте вот здесь спустимся Идем Твою мать, проехал Забыл дифференциал отключить А, нет, смотрите Вот у нас здесь все гнито Есть какие-то сзади Что-то я изначально их не увидел Вот задний ход работает Стапаки горят Ну-кась На-кась, выпусь Зач Хрена На Воткнулся Все Кердыка, ребят Походу мы приехали Ну, блин Здесь, короче, слишком как-то Очень заросшее все Я выехал задом Смотрите, прикольно А это мы с вами, ребят Приземлились на болото Можно сказать Вот обычно Где я на грузовиках ездию Вот мы приехали с вами на болото Давай А, гусля слетела Ладно, ребят Это, знаете Четвертую уже ПТСМ-ку спавнить Не вижу абсолютно Никакого смысла Ну вот На этом я, наверное, закончу Да, с обеих сторон гусли отвалились Вот На этом я закончу Я считаю, что достаточно Такой познавательный обзорчик Я записал Я думаю, многим теперь Станет все понятно Более того Оставлю последний Свой конфигуратор Где могут Спокойно работать Трактора Всякие Всевозможные Гусеничные Короче, под рабочие гусли Конфигуратор я оставляю По поводу функционала Этого конфигуратора Спинтайр С плюс Я думаю Всем все понятно Значит, да Камера отдаляется Приближается Да, там на неограниченное Количество Там При заглушенном автомобиле У нас будет работать Лебедка То есть, видите Вот у меня машинка К примеру Заглушена Вот И при всем при этом Я могу Тянуть Лебедкой Обычно этого не происходит Вот Камера у лебедка Плюс Отключен Урон При Когда Ну, ну Автомобиль достигает Скорость Свыше 50 км в час Потому что По умолчанию Если машина у вас Какая-то скоростная И вы едете Свыше 50 км в час Или спускаетесь Какой-то с горы То у вас уже начинает Наноситься урон Вот И также Активирована Принудительная погрузка На лесоповале То есть Ну, давайте я даже Пользуюсь случаем Наверное, даже Продемонстрирую это Нахрена я сюда заспамнился Я, честно говоря, даже не знаю Как это выглядит Принудительная погрузка Для тех, кто не знает Ребят Вы, конечно, там можете сейчас Кто-то там говорит Типа, да и мы все знаем А по факту Не все знают Поэтому я все-таки лучше Ой, не то прицепил Бои мать Что ж ты Евна, вот он Вот, как оно выглядит Значит Ну, понятное дело Да, борт Загружается у нас В любой позе Это не принципиально А вот Относительно Прицепа Да, вот К примеру Давайте мы его Вот так вот скребим И вот Хотим загрузиться Вот у нас Как оно обычно бывает Вот Ой, отвалился Ну, загрузился Короче Как оно вообще Должно все это происходить Ребят В реале То есть надо стараться Все-таки Как бы Хоть и принудительная погрузка Она имеется Да, но старайтесь Все равно Выравнивать машину Чтобы она хорошо Загружалась Потому что Бывают такие казусы Например, как Сейчас опять же Вам продемонстрирую Все это, конечно Рассказывать хорошо Но лучше демонстрировать Значит Что мне там надо Поставить Опору для крана Потом, собственно говоря Так ДЛ-роспуск Багажник Вот Платформа Да, отключи Сейчас поставлю Роспуск И Что получится Допустим Если машина Будет стоять криво А вы все равно Ее будете пытаться Загрузить Допустим С длинным Роспуском Вот К примеру Машину Мы скривили Да И загружаем А, не Сейчас выровнялся Слушайте Какие-то противоречия Сплошные Ну Вообще Как оно бывает Зачастую То есть Вот если Вот давайте Я груз сейчас скину Может быть Это когда в автомате Вот так вот К примеру Положили вы бревна Да И хотите загрузиться Видите Стрелка гнет Типа показывает Выровняйтесь Вот Но при активированной функции В спинтаре с плюс Смотрите Выравнивается Ну может Что-то в аркаде Что-ли Из-за того Что мы на полигоне Я не знаю По идее Вот если Вот я Когда в симуляторе Играю Да У меня Вот если Я пытаюсь Таким Акаром Загрузиться У меня бревна Хрен знает Где Вообще Оказываются То есть Они оказываются На рогах Бывают Висят Вот Черт и где Короче Все равно Когда будете Проходить картери Воспуски И так далее Все таки В ровном положении Ладно ребят На этом я заканчиваю Огромное вам спасибо За просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Не забывайте Вступать в мою группу Вконтакте Витарган 177 Данный мод Данный мод Вы сможете скачать Увидев ссылочку под видео Также на сайте СТМОДС И в моей группе Всем спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok